как вы относитесь к таким водителям вот вечер представляете да машина на пятом этаже то есть я на пятом этаже машина на первом это как все гремит просто причем такие дешевые какие-то колонки то все он дробежит и хочется просто вот знаете взять яйцо кидануть просто в эту машину никаких нравственных нет правил воспитания и всего остального засранная какая-то машина но дебилы полный вот как по мне лично вот честно говоря ну вот ума палата я бы назвал интересно он около своего дома точно также врубают музыку чтобы его мама послушала соседи или он настолько прожженный психический эпохиерист что он и дома также слушает музыку как вы считаете чтобы вы сделали мне иногда хочется бросить просто тухлое яйцо или картошкой закидать такие машины уважение воспитание культур абсолютно никакой нет несмотря на то что на улице лето жара находишься рядом с домами где не дай бог у людей может что-то произойти не очень хорошая и вот так вот будет играть музыка что скажете по этому поводу хотел всем неверующим в мою адекватность сказать вот там чуть чуть подальше я живу за этими зданиями вот это вот высотка 25 этаж как я все рассказываю про тетку которая семью которая ходит с огромными собаками гуляет и вот совершенно недавно я узнал что оказывается вот за мчс вот если прямо вот через дорогу перейти вот туда где машина стоят чуть чуть левее буквально метров 500 там оказывается есть большая на площадка для выгулки собак но несмотря на все противовес эта женщина со своей семьей так собак не выгуливает во дворе в нашем детской площадке в чем вот видите здесь при 25 этажка тоже огромнейший парк здесь тоже собаками гуляют но вот она и здесь может пройти через детские площадки и потом еще через 25 этажку туда ну вот эти вот собаками женщина гуляет вот и потом она может там на наших детских площадках все гулять основную часть какая серая туча и ребята идет этот пипец не надо успеть сбегать до магазина в останкина в мяснов и вернуться домой потому что у меня куча работа там видите какая более-менее погодка не знаю успею не успею потому что вообще без всего без зонта просто в сланцах в кроксах ну на если что обратно на трамвае поеду а сейчас пока с вами поговорим как обычно чтоб вы без меня не скучали особенно постоянные подписчики кто скучает ждет видео знаю что такие есть на канале не все безразличные вот ой блин юморина я конечно балдеваю над некоторыми сообщениями и на самое главное не то что сообщение а какие люди пишут слова что у них в голове есть ощущение что действительно ничего нет просто пустота ну я на них не обращаю никакого внимания потому что он дураков не обижаются и просто понимаешь насколько низкая айкью у человека насколько эти люди завистливые а зависть у человека вызывает в нем злобу негатив ненависть поэтому я только сочувствую этим людям что они настолько несчастливы в своей жизни всем привет и добро пожаловать на мой канал если вы совершенно случайно зашли на него обязательно подписывайтесь не теряйтесь потому что влоги не самые плохие конечно в них нет квадрокоптеров и всего остального но честность искренности симпатия друг другу всегда на моем канале все адекватные комментарии остаются они адекватные кстати тоже я не удаляю поэтому чтобы посмотрели другие люди что и бывают немножко ненормальные не в себе существа этому пусть остается все как есть в любом случае все комментарии поднимают рейтинг канала поднимает рейтинг видео терпение труд все перед труд поэтому отдельное спасибо всем вам кто со мной кто пишет комментарии ставят лайки кто участвует в каких-то обсуждениях тех или других тем стареньким зрителям конечно отдельное спасибо вот скоро мы поедем надеюсь что все таки состоится очень крутое путешествие и призываю вас подписаться на мой мою страницу вконтакте потому что все видео которые будут проходить с путешествия которые будут здесь и сейчас будут выходить именно там какие-то ролики фотографии обсуждения тем вопросы ответы все это будет там так как не работает инстаграма все предыдущие ролики сегодняшнего дня я выкладывал в инстаграме инстаграм провалился немножко но чтобы с вами быть практически в онлайн связи нужно будет это делать именно в контакте поэтому давайте у кого есть возможность кто хочет видеть и смотреть за нами день в день подписывайтесь потому что повторюсь что все видео которые будут выходить ютубе с какой-то периодичностью они будут опаздывать может быть на день может два потому что видео снимается много пока их смонтируешь пока найдешь тему подложки всякие проходит достаточно большое время плюс к этому я же еду не только снимать я же не корреспондент в гтр к просто обыкновенный человек который едет отдыхать и нужно совмещать приятное с полезным так что вконтакте все будут stories и фотографии и небольшие какие-то видео мне кажется это прикольно смотреть так за человеком где он сейчас находится в общем это выбор каждого ссылку на страницу вк телеграм яндекс дзена все оставляю обычно всегда в в описании под видео либо в первом комментарии который закреплен к данному влогу пустынная утренняя москва быстро нужно сделать дела бытовые хочу сделать сегодня картошку по-французски для этого мне нужно хорошее мясо мясо хорошее я покупаю либо фермерском магазине у одной только женщина она не работают 22 и как раз не ее смена либо я езжу в мяснов но пошел чтобы с вами прогуляться поехал в останкино и в останкино как раз все и куплю вообще начал то я записывать видео немножко не про то я все кто меня давно знает у меня смотрят вы знаете о том что я достаточно человек который любящий политологию от меня повторюсь вешался мой политолог в институте в академии и отсаживал меня на заднюю парту потому что вступая в полемику споры еще что я был старстой он конечно не это не не мог существовать со мной и отсаживал меня куда-то самый последний ряд но сегодня открыл новости и 22 таких небольших два или три небольших информационных блока которые меня немножко так скажем блин по-моему дождь пошел 2 информационных блока которые меня немножко задели если я найду то я где-то вот здесь сбоку как обычно оставлю скриншоты о этом мероприятии значит первое что самый мне кажется лизоблюдский человек политики я не хочу никого обидеть но это сугубо личное мое мнение конечно же я считал всегда эрдоганом потому что эрдоган такой знаете человек весы которые и и вам и нам которые вроде бы как и в америке вроде как бы из россии которые вроде как бы против терроризма но тут же значит националистам украинским поставляет барактары беспилотники ну в общем человек который такой знаете я балансирует между разными балансирует между разными странами но больше всего меня конечно стал удивлять это президент казахстана господин такаев по моему фамилия это конечно вообще политическая проститутка и счета я конечно понимаю что он что он действует в рамках и улучшения экономической способности экономического улучшения ситуации своей стороны но чтобы настолько я считаю что это конечно просто жуть полная значит сегодня ну были разные ситуации а сегодня я значит прочитал такую новость время новостях что значит такая всем ушедшим из россии компаниям предоставит попросил значит своей своей стране при попросил предоставить улучшенные возможности для развития их бизнеса то есть это такая знаете то ли как ворона то ли как какой-то падальщик который значит решил из ушедших значит здесь компании там лего или еще там да какие то компании которые у нас ушли из страны значит он раскрывает ворота и вот эти значит вся помойка идите к нам сюда в общем для меня это очень странная ситуация почему потому что вроде бы как бы он сначала на встрече брикс говорит об одном а значит придя сюда приехав домой значит он совершенно по-другому поет для меня конечно это очень странно странно потому что как оказалось этот человек еще хуже чем эрдоган который сидит на двух хоть и хочет сидеть на двух стульях которые балансируют и мне кажется то что такая ситуация она может довести и до ситуации которая происходила и в таких знаменитых странах где приняла участие нато до разгромив там страны где приведя в свои войска просто уничтожили разгромили страну потому что вот они так скажем находились и у них была двухполярка и вот мне кажется такая фон немножечко себя неправильно ведет потому что не может выбрать все таки за кого за белых или за красных быть и где быть лучше потому что все таки эрдоган это эрдоган это такая сторона это такое мощное государство а казахстан не хочу никого обидеть все таки там и хуже экономика и армия намного хуже дееспособности самой армии поэтому тут как-то усидеть мне кажется на двух стульях не не получится поэтому нужно на это обратить внимание второе что я хотел сказать это конечно ситуация с зеленским зеленским конечно это вот он как был юмористом он так и останется до последнего момента он никуда не денется и держит его точно также американцы как в плохого неудавшегося актера который пытается что-то показывать из себя и вот значит все вы наверно читали в новостях в риа новостях как минимум что китай признал донецкую народную республику и и независимость с чем я поздравляю всех дончан всю независимую республику донецка надеюсь то что это и луганск все-таки постигнет что все-таки луганск тоже признают независимость но кто такой зеленский я не умоляю конечно государственности возможности силы украины экономической военной я туда даже не хочу влазить это все покажет время но делать такие высказывания типа как зеленский сказал что я сделаю все такое что вот прямо все плохо будет китая но кто такой зеленский и уж кто такой кто такая украина по сравнению с китаем здесь даже нельзя сравнивать америку и китай потому что этот ответ очень такие же супер державы как еще даже нужно посмотреть кто будет впереди как мне кажется впереди конечно же китай чем америка вот поэтому зеленский со своим язычком который вылазит постоянно и выкрикивает какие-то странные вещи лучше бы не смешил всемирную всемирную историю до на которую вообще всех весь народ который понимает что такое украина и что такое китай поэтому я тоже сегодня так почитал что там от атака зеленский хотел сделать кндр конечно немножечко в таком был шоке вакуи даже немножечко и понимал что это знаете как скетч шоу какое-то скетч шоу в общем тоже нужно думать и перед тем как говорить у льюиса керла да в алисе в стране чудес есть очень знаменитая фраза которую очень часто пользуюсь именно в таких ситуациях знаешь сколько стоит одно слово два фунта трепенца поэтому стоит лучше промолчать поэтому в какие-то моменты лучше промолчать проконсультироваться со своими руководителями со своими хозяевами за бугром и все-таки потом только говорить хотя бы они так знаете с бухты барахты но время покажет что будет но признание кндр республики независимой донецкой республики я считаю что это круто ну честно говоря я прямо в шоке что что такое огромнейшее независимое государство одно из передовых в нашем мире признала такую небольшую республику вслед за россией это дает возможность защите к независимости тем людям принятию своего мнения суверенитета как они хотели жить своей жизнью жить в той стороне в которой не хотят говорить на том языке на котором они хотят слушать титу музыку читайте те книги и на тех языках которые не хотят ну вот поэтому это супер огромнейшее просто событие которое меня сегодня привело в восторг что еще хотел сказать про колесо обозрения пока помню все-таки его должны открыть до конца лета в каждой кабинке будет помещаться около 15 человек там можно будет взять в аренду кабинку для регистрации для узнать какой у вас пол ребенка будет в общем на день рождения в общем будут предоставлять отдельные кабинки отдавать их в аренду там на какие-то видимо часы и до 15 человек могут помещаться в каждый из кабинок круг будет смотровой на колесе обозрения составлять около двадцати по моему четырех минут представляете такое долгое путешествие поэтому надеюсь что мы с вами попытаемся съездить если совсем цены не будут завышены но порция по кстати вчера тоже в риа новостях не было ничего написано но я думаю что не дешевле чем тысячи рублей это однозначно будет вот это удовольствие стоить не так почему-то кажется может даже чуть дороже